Урал и точка. На карте. Современный и гламурный, спортивный и красивый. Ох, у самого же голова закружилась. Миша, я не про тебя. Про Первоурайск. Задача такая – показать маршрут на один день. Справишься? В любое время, в любое время. Сдаём явки, пароли, цены и крутые места. Вы думаете, что это я делаю? А я гуляю? Давай, Миша, а я помогу. Первое место – это ИКЦ. А если расшифровывать инновационный культурный центр? Если честно, глядя на него, и мы пообщались с местными жителями, все называют его инновационной шайбой. Здесь есть кинотеатр. Здесь есть детский технопарк, который называется Кванториум. Здесь есть также концертная площадка, которая находится на восьмом этаже. Там открывается панорамный вид на город Первоурайск, а именно на набережную. Очень красиво. Если вы будете в Первоурайске, обязательно сюда сходите. Настало время зайти в это причудливое здание. Кстати, по пути сюда мы узнали, что изначально это задумывалось как срез трубы, потому что стоит на пространстве старого завода. Здесь его называют старотрубный завод. Мы посмотрим с вами выставки, какие сегодня представлены в ИКЦ. Мы пришли в музей горнозаводской цивилизации, читаем, что здесь есть. Работает он с 10 утра до 9 часов вечера. Ежедневно вход свободный. Ребята, можно не переживать, бабосики с собой брать не надо. Но если хотите аудиогид, то он будет стоить 150 рублей. Экскурсия 180 рублей. Подходим, наверное, к самому первому экспонату. Вот он находится за моей спиной. Давайте прочитаем, что это такое. А, вот есть кнопочка. Давайте нажмем, посмотрим. Пока ничего не происходит. О-о-о-о! Смотрите! Такой приятный голос. Первоуральск. Вот мы находимся здесь. Я надеюсь, что вам видно все. Мы находимся здесь. А это если вам показать быструю экскурсию, что находится в музее горнозаводской цивилизации. Ох, у самого ваша голова закружилась. Итого, если подвести какой-то небольшой итог, если здесь ничего не происходит, максимум это музей и, наверное, все. Если здесь есть какая-то движуха, ну, соответственно, весело, прикольно, круто, приходите, приезжайте. Смотрите расписание на сайте инновационного культурного центра, когда проходят какие-то тусовки. В противном случае будет примерно так, как сейчас. Следующее место на сегодня – это Нижний Шайтанский городской пруд или попросту Нижний пруд. Мы приехали сюда, посмотрим, что же тут есть. Кстати, здесь было благоустройство, комфорт городской среды и строительство было в несколько этапов в 2017 по 2020 год. Давайте посмотрим, что здесь благоустроили. Настало время поиграть. Детская площадка. Спортплощадка. Ну и все, типа ист. Велодорожка. Ну, не конкретно здесь, а по всей территории. По всей территории. Вот такой Нижний Шайтанский городской пруд Первоуральского городского округа. Приезжайте, смотрите, гуляйте, занимайтесь спортом. Можно приехать сюда с детьми. Вот мы приехали еще в одно место. Это парк новой культуры города Первоуральск. Я считаю, что это уникальное место. Разные дорожки, тропинки, аттракционы. Пошлите смотреть, что есть в парке города Первоуральск. Фишкой этого парка, на мой взгляд, является уличная библиотека. Вы можете принести сюда свои книги. Можете воспользоваться тем, что уже лежит на книжных полках. Я родился ранним утром, 6 апреля 1866 года, в маленьком доме в Сан-Франциско, штат Калифорния. По словам моей матери, я был замечательным ребенком. Все про меня, все про меня. Вкратце о том, что вы можете увидеть и найти в парке новой культуры города Первоуральск. Естественно, вход бесплатный, парк и работает и зимой, и летом. Отличаются только часы работы. Прежде чем поехать, обязательно посмотрите. Здесь очень много арт-объектов. Здесь есть свой скейт-парк. Здесь есть свой зоопарк. Но помимо всего этого прочего, есть шикарнейшая табличка. Посмотрите наверх. Место для поцелуев не работает. Мои хорошие, в любое время, в любое время. Мы приехали. Природное пространство, сила леса. Что здесь можно сделать? Ну, конечно, классика. Это сап-доски. Ладно, плавать мы на них не будем. Хотя наша любимая тема, при такой солнечной погоде, это было бы сделать просто кайфухо. Но делать это мы не будем. Покажем, что здесь есть, чем вы можете насладиться и, соответственно, чем воспользоваться. Я думаю, что шезлонги платные. Не знаю пока по стоимости, сколько это вам выйдет. Но я думаю, что порядка 100-200 рублей вы решите этот вопрос. Также на территории базы есть кофейня. Достаточно прикольно. Если отдаю, устанете и хотите попить кофе. Мы пообщались с администрацией, что здесь можно делать, даже если вы не хотите оставаться здесь надолго. 300 рублей вход. Весь день посещаете всю территорию. Она закрыта. Кстати, левых никого здесь не будет. Можете отдельно снимать, например, такие домики. Это не на сутки. Это на какой-то период времени, там 4-5 часов, приехать в компанию, посидеть, выпить чаю. И, собственно, хорошо провести время. Прикольно. Все закрывается. Все есть, все видно. В общем, кайф. На сегодня это наша была финальная точка. Я считаю, что она очень четко вписывается в историю, если вы приедете в Первоуральск. Мы погуляли по ИКЦ, подвигались на набережной, позанимались спортом, погуляли по парку. Казалось бы, нам не хватает свежего воздуха. И мы приехали сюда. Я считаю, что это отличное завершение нашего путешествия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!